Кадеты встречают гостей. Сергей Маненков приехал в палаточный лагерь, чтобы посмотреть, в каких условиях живут ребята и как проводят время на смене. Глава района привёз несколько подарков. Первый сертификат на 350 тысяч рублей вручил Елене Марфиной, заместителю директора Сурумской школы, на обновление материально-технической базы палаточного лагеря. Второй презент ко дню рождения, сертификат в магазин и билеты в кино, вручил имениннику Олегу Молданову. Я вспомнил, окунулся в своё детство. Я помню, когда тоже ездил участь в школе, был тоже в таких же походах, жил в палатках, в лагерях. И очень здорово, и ещё раз благодарен инициативе руководства школы Сарума Марии Фанасьевне, которая действительно много лет назад высказалась в такую инициативу. Сегодня прекрасный лагерь, а самое главное, создали лагерь, где нравится детям. Это уже третья смена. Я общался руководителями школ, у которых дети отдыхали. Единственный недостаток – надо продлять этот лагерь по количеству дней. Ежегодно на территории заказника Сурумский, в 110 километрах от города, работает военно-патриотический палаточный лагерь. Дети здесь живут почти в спартанских условиях. Все удобства на улице, строгий режим дня, образовательные модули, прохождение полосы препятствий, но никто не жалуется. Наоборот, многие ребята жалеют, что смена короткая – всего пять дней. Встаем рано, в шесть часов встаем. Дежурные встают пол шестого даже. Бегаем постоянно, километра три-четыре бегаем. Завтрак. Полоса препятствий каждый день проходим. Ну, из отдыха – это в баню ходим. Минусы иногда в палатке тоже, когда живешь. Был дождь, один день даже спали в доме в Сома. Дней, конечно, мало, но можно было и под дождь пожить туда. С начала лета в палаточном лагере отдохнули 22 подростка. Это суромские школьники и кадеты МЧС из старого городской школы. Сейчас в таёжной тишиной наслаждается 11 ребят из кадетских классов первой городской школы. Для гостей они провели небольшую экскурсию по территории, показали палатки, в которых живут баню, спортивную площадку и полосу препятствий. Каждый преодолевает себя. Я думаю, что ни в одном другом лагере, то есть если это будет даже не палаточный, такого не увидят, так скажем. Здесь, как видели, и метание гранаты, то есть где-то какие-то туристические элементы прохождения. Это всё интереснее. Интересно, а кто, если даже ни разу не пробовал это, для них это просто, не знаю, вызывает в голове какой-то взрыв, и вы с выпущенными глазами рассказываете, как это было здорово. Самое прикольное, мне нравится, когда ты прилазишь через балочку. Это то есть натягивают два каната и проходишь пропасть. Ну, со страховкой, чтобы не упасть. Это другая планета, я считаю, потому что дети здесь находятся в совершенно других условиях. Им приходится принимать решения самостоятельно. У нас, как и у кадетов, это военно-патриотический лагерь, поэтому я могу сказать, что это, может быть, какая-то даже армия для детей, подростков. Это не значит, что мы их здесь устроим. Они здесь становятся более организованными, более решительными, более сплочёнными. Домой ребята вернутся с яркими впечатлениями и эмоциями, новыми умениями и навыками. И многие захотят вернуться в палаточный лагерь уже следующим летом. Организаторы постараются удивить их новыми образовательными модулями и туристическими элементами.